Всем привет, друзья! С вами снова я, Марк. Сегодня у нас на обзоре набор Лего Гарри Поттера. Артикул вы видите здесь. И это Хогвартс Большой зал. Включает он в себя Большой зал и также Большую башню. Здесь также мы можем видеть 10 мини-фигурок, о которых расскажу после таймлэпса. Лодка и так далее. Так, давайте рассмотрим очень быстро коробочку. Здесь изнутри вся картина раскрывается, что есть также функции всякие. И также совместимость с другим набором по Гарри Поттеру. Я надеюсь, что леговцы в дальнейшем будут выпускать продолжение и можно будет собрать прям такой реально большой масштабный Хогвартс. Очень на это надеюсь, потому что все-таки в микромасштабе Хогвартс крутой, но вот в таком масштабе фигурки еще круче. Ну что, поехали собирать и позже посмотрим его собранным. Три пакетика. Осталось еще три. Давайте быстренько посмотрим, пока он в таком разобранном состоянии, как все-таки выглядит Хогвартс. Как вы видите, у него очень много деталей, всяких типа аксессуаров, чайников, мороженого, камин есть, кубок. Но мне интересны детали, которые выполняют роль окон, там, стен и так далее. Здесь очень много бежевых деталей и кубиков именно один на один, вот таких, один на три, один на четыре, один на два, а также полуарок таких. Эти детали очень будут мне полезны, когда я буду строить там какие-то постройки другие. И если, конечно, позволял бы бюджет, я бы купил бы такой еще один набор и чистый его на детали бы разобрал. Хотя непонятно, что с этим будет. Может, я его тоже разберу. Посмотрим на новинки 19-го года. Если будет что-то годное, то, естественно, оставлю, чтобы соединить и показать большой Хогвартс. Полуторачасовой сборки. Хочу сделать некие выводы. Давайте быстро по мини-фигуркам. Ну, все мини-фигурки, конечно, прикольные. Хочу особо отметить мини-фигурку Хагрида. Проработали ее достаточно прикольно. Могу даже сравнить с первой самой мини-фигуркой Хагрида. Ну, конечно, отличия, как вы видите, сами имеются. Но, однако, старая мини-фигурка тоже неплохая. Тоже ее можно использовать. Там только лицо, например, поменять на телесного цвета. И будет выглядеть тоже ничего. Мини-фигурка Хагрида, это, конечно, круто. Она прикольная. Что сказать по остальным мини-фигуркам? Ну, сделали принты новые. В принципе, ничего такого необычного. Но это повязка такая прикольная, необычная. У меня такая повязка первый раз попалась. Больше таких у меня не было. Неплохая мини-фигурка профессора Квирала. А остальные все, ну, сделали принты прикольно. Особо их рассматривать не буду. Здесь также есть распределительная шляпа. Она тоже именно с индивидуальным дизайном сделана круто. Также есть сова и крыса. Есть лодка. Ну, ничего необычного. Так как я не рассматриваю набор по степени играбельности, и в основном даже для полки я не рассматриваю, скажу по дизайну. По дизайну мне фронтальная часть очень нравится. Выглядит достаточно неплохо. Но если его крутить, вот эти разрезанные куски выглядят не очень. Я такое не люблю. Люблю, когда постройка завершена, сделана как-то качественно. То есть, если бы здесь они еще доработали стену, и здесь бы полукруг этот ставили, было бы в тысячу раз лучше, как по мне. Ну, и деталей было бы прикольных больше. Внутри очень классно все сделали. Все сделали детализацию. Вот эта смена факультетов тоже очень круто происходит. Существуют свечки, которые как бы якобы летают в воздухе. Ну, за счет черных деталей они не особо бросаются в глаза, а свечки бросаются. Тоже выглядит неплохо. Вот эти детали могли бы, конечно, заменить на черные. Выглядело бы еще лучше. А здесь лестница, ничего необычного. Котел выглядит очень прикольно. У меня он первый раз. Поэтому тоже буду использовать в своей постройке, которую я сейчас делаю, Хоксмит. Паучок, я так понял, это Ара, Гор. Тоже неплохо. У него там даже... Не могу его, господи, отцепить. У него там даже глазки проработаны. Выглядит круто мини-фигурка. Здесь у нас Феникс. Ну, Феникс типа прикольно. И давайте перейдем все же к деталям. Детали здесь, конечно, шикарные. На разбор этот набор пойдет по-любому. Потому что в основном я его хотел сделать обзор. Посмотреть, как выглядит по масштабу сам этот Хогвартс. Конечно, я подожду новинок. Посмотрю, какие будут далее наборы. Если не будет каких-то наборов, которые будут соединяться с этим зданием. И которые еще есть у нас здесь. Вот этот набор, чтобы комбинировать. То я его тогда разберу. Потому что на полке он у меня стоять долго не будет. А детали здесь очень годные. И они пригодятся. От окон до стен. И всякой декорации. Например, этих шпилей. Этих новых сырных кусочков. Треугольниками. Пирамидками, точнее. И такими крышами. У меня таких вообще деталей. Первый раз такие детали. Новые виды сырных кусочков. Выглядят они очень здорово. Так же, конечно, очень жалко, что здесь вообще почти нет принтованных деталей. А все наклейки. Но ничего страшного. Тоже наклейки очень годные. Постарался их наклеить ровно. Поэтому на разбор тоже если пойдут. Уже сразу понятно, что если это полукруглая деталь, большая стена. То она и должна иметь такие наклейки. Либо полностью весь принт. Поэтому они никогда не помешают. В целом, хочу сказать, что этот набор заслуживает моей хорошей оценки. И надеюсь, что этот обзор заслуживает твоего царского лайка. А также грамотного комментария. Ну а с вами был я, Марк. Всем спасибо большое, что посмотрели данный обзор. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Продолжение следует...